Сегодня выпуск рубрики Колесим по краю будет несколько необычным Мы находимся в городе Казмодемьянск Наша съемочная группа постоянно сюда ездит Потому что город действительно с уникальной и очень необычной историей Но история города это еще и его люди И именно о людях, о творческих, ярких, по-настоящему влюбленных в свой город Мы сегодня и расскажем Город Казмодемьянск Не только туристическая мека Морел Но еще и город мастеров В местных музеях и туристических лавках Можно увидеть работы скульпторов, художников, резчиков по дереву Особо трепет казмодемьянцы испытывают к ремеслу своих предков Здесь плетут из лозы, вышивают морейские узоры Используя старинную технику В городе, который находится на Волге, естественно, есть множество мастеров Которые посвятили свое творчество реке Сейчас за моей спиной находится паром Его часто можно видеть здесь Он ходит каждый день Но когда-то, сложно себе это представить Ходили здесь суда, огромные деревянные суда Которые в длину достигали 120 метров Но давайте обо всем по порядку Лес – зеленое золото морейских земель С покон веков народ рубил и переправлял бревна по Ветлуге и по Волге Ведь во времена, когда ни железных, ни тем более автомобильных дорог еще не было Реки были единственными транспортными артериями страны Размах палубы, как у современного авианосца В длину около 100 метров В высоту 6,8 Таких впечатляющих размеров достигали волжские гиганты – беляны Интересно, что при всем своем величии Беляна, по сути, всего лишь плод Ни мотора, ни двигателя у нее не было Плыла беляна под завязку, нагруженная лесом, вниз по течению, доходя даже до Астрахани На месте лес продавали, корпус разбирали на дрова Срубы, в которых жил экипаж, также продавали Получалось безотходное путешествие Для крестьян это был, конечно, каторжный труд Ведь грузился и укладывался лес вручную На строительство средней беляны уходило около 240 сосновых бревен и около 200 еловых Точная копия тех кораблей, только в гораздо меньшем размере, стоит сейчас в Историко-художественном музее Казмодемьянска Здесь все, как и у настоящей беляны И руль – огромное бревно, которое позволяло кораблю маневрировать И лот – железная чушка, которая волочилась по дну и не давала судну набрать опасную скорость Кстати, откуда пошло такое название – беляна – доподлинно неизвестно Возможно, прозвали корабль так, потому что торцы досок белили, чтобы они не усыхали А возможно, название связано со знаменитой рекой Белой Автор этих макетов – казмодемьянский мастер Александр Воронов Сначала делал из елки материал сосна, вот просеки, который у меня был А потом, когда съездил к ребятам, они мне подсказали Попробуй сделки из твердых пород древесины Типа клен, береза Ну, попробую с березой сделать Как бы у меня ее много тоже Вот получилось такое чудо О работах Александра Воронова мы уже рассказывали в эфире нашего телеканала Дед и дядя Александра были знаменитыми мастерами по дереву в горноморийской стороне Поэтому о том, что станет плотником, он решил сразу Однако непростое искусство резьбы по дереву пришлось постигать самостоятельно Макетами кораблей Александр также увлекался с юности Поначалу даже занимался с детьми Теперь вернулся к старому хобби Говорит, теперь, когда всю информацию можно найти в интернете, работать стало гораздо проще Вот галера Твери тоже, как бы заготовка корпуса есть На которой Екатерина плавала по Волге, путешествовала из Твери в Казань Но в Казань-Ямьянске они как бы не пестовали Стали в 10 верстах от Казань-Ямьянска Не в 10, в 2 верстах Там у нас находится гремячий ключ Очень такой синий ключ До сих пор, до сих пор, когда мимо него проплываешь, он гремит аж прямо Поэтому может название гремячий Они остановку делали там, типа пополнить воды, провизии, пообедать и поплыли дальше Остановка следующая была в Черепах, Сарах Эту галеру построили специально для волжского вояжа Екатерины II На борту этого корабля императрица путешествовала по волжским городам Именно Тверь возглавляла всю флотилию Жила там сама императрица и ее фрейлины Корпус корабля был украшен по-царски Искусной резьбой, фигурками русалок и бога Марии Нептуна Интересно, что со временем галеру не разобрали, а оставили в Казани Как исторический памятник Пережила она и восстание Пугачева, и Октябрьскую революцию А вот пожара в 1956 году не выдержала Так и исчезло единственное сохранившееся до середины XX века весельное судно Сейчас в Казани стоит памятник галере А в музее Казмодемьянска скоро появится макет знаменитого корабля А значит с Александром Вороновым мы не прощаемся И обязательно расскажем о его новых работах Живая история в архитектуре города и Великая река Символ всей страны Возможно поэтому в Казмодемьянске так много творческих и неравнодушных людей Поэтому мы сюда обязательно вернемся, чтобы рассказать вам еще несколько историй этого города Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова